господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 203 события дня 2 фессалоникийстон 310 если кто не хочет трудиться тут и не ешь это за 2 июля 2016 года ну и дальше сами посмотрите сейчас здесь написано находите эти материалы смотрите любовь к ураке на еремина миром игнатий тихонович подскажите пожалуйста места писания для священников где говорится что они не должны носить длинные волосы косички у наших священников бороды почти нет чуть-чуть на подбородке и все а волосы длинные как у женщин местописания левитом 1927 не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоя он и не портит ее и нету они должны брить головы своей подстригать края бороды свои делать нарезы на теле своем это как драгоценный елей на голове стекающий на бороду бороду аронову стекающий на края одежды вот есть когда жизнь вместе как елей масло но она склеивает волосы вместе вот они друг другом так и человек вот такое сравнение а сегодня как волосы которые побрил где они находятся да они по разным местам где-то промыло разнесло остатки и вот так и люди все друг против друга истекающий на бритый подбородок или на галстук масонский ну и первых коринфянам 11 14 не сама ли природа учит вас что если муж растит волосы то это бесчестие для него бесчестие значит не должно быть это природа учат писание учат неважно природа учат из природы можно многому научиться вот юрий соболев далее пишет верно сказано в вашем стихотворении игнатий тихонович я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу цитирую по памяти может не точно находясь в деревне ныне нет возможности смотреть новые ролики увы интернет лишь в телефоне так считаю ваши книги в поезде в наушниках ваши проповеди везде звучит слово божие святые отцы и жития помноженное на ваш духовный опыт и голос действительно каждая межа обнимая сердечно поклон братьям потеряевки это стихотворение пример к себе своим воображением все то что прочитал или услышал для снайпер сегодня я мишень всем хищникам меня бог сделал мышкой не час не сутки но сплошная жизнь на выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз задача выжить и ни одной победы и вот об этом стихотворение о жизни я успевал на каждом повороте то есть на жизненном изгибе до тюрьмы до ареста еще что-то события засеять поле застолбить межу то есть я показал больше никто этого нет они делают застолбить за мной другой может повторить это но первым по прежнему остаюсь я почему как жены изменяет муж я говорю как у но я всем говорю да это так он у меня бабник но я у него первое вот хотя этим утешься так и я со златоустом путь житейный пройден с той стороны земли на все гляжу но я уже не стал показывать отключил мой мир у нас форум сайт и youtube в ютубе более 5000 наших роликов мы каждый раз показываем что и события вчерашнего дня для нас для меня тоже интересны тем что приехали взрослые мужчины молодые и в годах привезли ребенка из канады я позавчера вчера они у меня работали на пруду для меня все это находкой сообщили вчера пришел до документ документ что на вторник 5 июля намечена проверка у нас тут приезжали и они не зашли на территорию лагеря потому что ложная была показана причина почему должны были сделать а сейчас прислали через местную учительницу она как завучем елена анатольевна варабаш жена старости деревни по указанию представители президента российской федерации полтайскому краю проверка из-за тех несчастных случаев какие были других лагерях лагеря открыть я прорабатываю как это сделать лучше ну что не сделано я знаю что мы не подходим под нормы где мрамор достану проточная вода колодец есть а у них написано проточная вода ну и из колодца то черпают воду то есть мы никак не подходим под стационар но это лагерь стан передвижной когда это они учитывают все стоит на месте но самое главное нет больных нет погибших нет изуродованных под капельности никто не лежит проверки то для этого делаются для сохранения детей там терроризм указан какие причины нет этот ну какой терроризм но однако это же не для нас указание есть другие места другие республики другие народности где эти пункты срабатывают нужно смотреть ну что сказать тут я и приглашал они приезжали не удалось их полностью уже пригласить чтобы они зашли просто как гости поэтому сейчас я думаю по другому будет показывать покажут другие моя буду в столовой ждать у меня уже желание нет повторять это самое я знаю что вывод какой будет их дети побудут здесь они будут закрывать они принимать санкции какие-то это я все уже проходил девяносто восьмом году 15 краевых комиссий ничего не сделали я им сказал вам меня не строгнуть я врос 45 лет начальник 45 год уже здесь с детьми нахожусь и ни одного повреждения вот и все без помощи государства ни рубля простое доказательство любому начальнику ты начальник я поставил я не знаю кем представитель президента допустим он дает указание прекрасно но тебе не дали ни рубля ни здания ничего подвезли к барнаулу и сказали тут ты будешь начальником вот набирай себе команду но никому нигде ни рубля не будет еще у него будет а я-то в таком положении нахожусь у него здание рано или поздно он должен сам достать сам построить сам не никто не давал вот теперь что получится ни один ни одной должности у нас стране нет такой как у меня нету своими силами самому и чтоб так нападали потому что мы опровергаем их опыт который у них есть ставят они система обязательно должность кому-то платят ничего нет этого нет но сейчас миссионеры миссионерские отделы это самая обманная организация какая есть стране то есть полностью сатана подделывается под бога ангел тьмы под ангела света что обязательно у них должно быть образование какое-то какое образование у петра у иоанна вот откуда началось туда смотрите это какое образование это образование одно что я согласился что у меня ничего нету я ничь и ничего нет а дальше может и слеп и нак и теперь господь преобразует дает до рождения свыше делает тебя богатым богатым духовно конечно и с нуля начиная работать на два человека идите проповедуйте вот что такое миссия ну и должно еще с собой быть тысячи несколько тысяч талантов как златоуз говорит тогда будет а я не дворкины нет конечно все обман я почему подворачиваю подворкина большего обмана не был 20 лет получал здесь деньги травил людей друг против друга ну а сегодня весь эфир наполнен им пожалуйста сектовета дворкина разоблачили правоохранительные органы чего еще нужно меня не разоблачали они центр дворкина поймали на дезинформации новосибирске и ринея лионского всего получает где-то что-то психиатрические диагнозы сектовета такой сектовета горит и должность нету обман лютый обман кто такой дворкин внимание посчитайте там занимается не не я александр воркин липовый профессор шарлатан 20 лет шарлатанил здесь и они считали что он сектовет он определит он надувался галстук масонский носит и что у засланы сюда проект дали со выполнили это хилсонский гарвардские проекты выполняют это всех поссорить православие разрушить и все это главный здесь дворкин ко двору пришелся такой он им нужен ну вот вам надо пожалуйста ешьте его с приправой какая вам нужна только прослушайте вот эти и увидите и они этого не понимают не видят которые они лютые они под стать ему ну каков поп таков и приход каков дворкин так эти подворотни из подворотни просто лают на меня и больше ничего нету и они ничего не понимают о чем говоришь невежество грубость преследование месть злоба объединяется с любым демоном чтобы только нанести ущерб 20 лет это не два года это надо ослепнуть и омертветь чтобы не видеть кто перед ними я первый раз только увидел его увидела даже ничего не слышал подумал что за человек тревогу вызывает а когда посмотрел чем занимаются я сразу сказал то человек чужой никакого отношения он не имеет ни к миссии к православию вообще может быть совершенно неверующий может масон не первой степени посвящения я почему выставляю здесь на этом сегодня все сегодня у нас воскресенье храм эти гостей провожаю встречаем вот неделя осталась до 10 июля до крещения дыши людей меньше будет и даже будет ли кто не знаю местное тут таких нет никого мы долго готовим вот у нас я преподавал в университетах разных подготовка катехизация 500 часов 500 полных академических часов но и теперь сравните с тем что делается в храмах богу нашему слава во веки веков аминь